В высокоразвитых обществах вашей галактики и вашей Вселенной, о них мы будем подробнее говорить в книге третьей, детей обучают понятиям для жизни, начиная с самого раннего возраста. То, что вы называете фактами, в этих обществах считается гораздо менее важным, и это мучает в более позднем возрасте. Вы создали на своей планете общество, в котором маленький Джонни уже умеет читать, не выйдя из дошкольного возраста, но еще не научился, как ему перестать кусать своего братишку. Сьюзи на зубок знает таблицу умножения, сходу давая ответы по памяти на все более и более ранних этапах обучения. Но она еще не узнала, что нет ничего постыдного в том, что касается ее тела, и стыдиться тут нечего. Сейчас ваши школы существуют главным образом, чтобы давать ответы. Но было бы гораздо больше пользы, если бы их основной функцией было ставить вопросы. Что значит быть честным, ответственным или справедливым? Что из этого следует? Высокоразвитые общества побуждают детей, чтобы они сами искали и находили ответы на такие вопросы. «Но это привело бы к хаосу, а те условия, в которых вы сейчас живете?» «Ладно, ладно, скажем, это привело бы к еще большему хаосу». Я не говорю, что ваши школы не должны делиться со своими детьми знаниями и готовыми решениями. Как раз наоборот. Школы выполняют свое назначение, когда они делятся с молодыми тем, что взрослые узнали, открыли, решили и выбрали в прошлом. Тогда ученики могут пронаблюдать, как это все действовало. Но в ваших школах вы представляете ученикам данные, как будто все это верно. На самом же деле информацию нужно предлагать просто как информацию. Данные из прошлого не должны быть основанием для истины нынешней. Данные из предшествующего времени или опыта должны быть всегда и только основанием для новых вопросов. Сокровище всегда должно таиться в вопросе, а не в ответе. А вопросы всегда одни и те же. Что касается фактов, которые мы вам изложили, вы согласны с ними или нет? Что вы думаете? И это всегда ключевой вопрос. Он всегда в центре внимания. Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Конечно же, при ответе на этот вопрос дети будут ссылаться на ценности родителей. Родители будут продолжать оказывать сильное влияние. Несомненно, играть главную роль в создании у детей системы ценностей. Школа должна стремиться и видеть свою цель в том, чтобы побуждать детей с самого раннего возраста и до окончания формального обучения. Изучать эти ценностей. Учиться, как ими пользоваться, применять. Знать их применение в действии. И да, даже подвергать их сомнениям. Потому что родители, которые не хотят, чтобы дети сомневались в их ценностях, не любят своих детей. Они скорее любят себя через своих детей. Хотел бы я, о, как бы я хотел, чтобы такие школы были. Есть школы, которые близки к этой модели обучения. Неужели? Да. Почитай труды человека по имени Рудольф Штайнер. Изучи методы Вальдорфской школы, которую он открыл. Конечно, я знаю про эти школы. Это реклама. И это констатация факта. Потому что ты знал, что я знакома с Вальдорфскими школами. Ты это знал. Конечно, я это знал. Все в твоей жизни было тебе на пользу и привело тебя к этому моменту. Я ведь начал говорить с тобой не в начале этой книги. Я годами беседовал с тобой через твои ассоциации переживания. Ты говоришь, что Вальдорфская школа – самая лучшая? Нет. Я говорю, что это модель, которая работает, учитывая то, что вы, как человеческая раса, изъявляете желание делать, какими вы хотите быть. Я говорю, что это один из примеров того, как образование может достигать поставленных целей, имея в качестве ориентир и мудрость, а не просто знание. В вашем обществе такие примеры редки. Да, я очень одобряю эту модель. Вальдорфские школы очень отличаются от других школ. Я хочу привести один пример. Он простой, но он очень хорошо иллюстрирует суть дела. В Вальдорфской школе учитель сопровождает своих учеников через все ступени начального обучения. Все эти годы учеников один и тот же учитель. Им не приходится переходить от одного учителя к другому. Можно ли себе представить, какая связь при этом возникает между учителем и учениками? Можно ли понять ее значение? Учитель узнает ребенка так хорошо, как будто это его собственный ребенок. Ребенок выходит на уровень доверия и любви в отношениях с учителем, который открывает такие возможности, о существовании которых традиционные школы даже не подозревали. По стечении лет учитель снова возвращается к первой ступени обучения и уже с новым классом учеников проходит весь курс обучения от начала до конца. Учитель Вальдорфской школы, одержимый своей работой, может закончить свою деятельность, проработав только с четырьмя классами учеников за всю свою карьеру. Но он сыграл такую роль для своих учеников, какую трудно даже представить в условиях традиционного обучения. Эта модель образования признает и утверждает, что взаимоотношения между людьми, их совместная деятельность и любовь, которой они делятся друг с другом при таком подходе к обучению, так же важны, как и любые факты, которые учитель может сообщать детям. Это как домашнее обучение, только вне дома. Да, это хорошая модель. А есть ли другие хорошие модели? Есть. Что касается обучения, то на вашей планете наблюдается некоторый прогресс. Но все происходит очень медленно. Даже сама попытка внедрить в школы учебные курсы, ориентированная на достижение целей и формирование навыков, встречается с огромным сопротивлением. Люди не считают все это эффективным или видят в этом угрозу. Они хотят, чтобы дети учили факты. Правда, есть отдельные попытки. Но многое еще предстоит сделать. Учитывая, кем вы, люди, хотите стать, это только одна сфера человеческого опыта, которая нуждается в изменениях. Да, я думаю, что на политической арене тоже нужны кое-какие перемены. Несомненно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова